Уважаемые студенты, мы продолжаем изучение курса «Новейшая история стран Запада». После первого блока, о котором мы говорили на первых двух лекциях, мы переходим к модулю или блоку номер два «Страны Европы и Америки между двумя мировыми войнами». И первая тема – это «Страны Западной Европы между двумя мировыми войнами». Сегодня на третьей лекции мы постараемся рассказать вам о том, что происходило в Германии и Италии между двумя мировыми войнами, а на следующей лекции – в других крупных западноевропейских странах – Англии, Франции, Испании. Итак, начнем с обзора литературы. По Германии очень много интересных книжек. Есть классическая книга советского историка Галкина, которая называется «Германский фашизм». Она выдержала много переизданий. Есть в моей библиотеке Москва 89-й год издания. Есть немецкий автор Вольфганг Руге. Его книги переведены на русский язык. Одна из них называется «Германия в 1913-1933 годах», а другая называется очень просто «Как Гитлер пришел к власти». Мне кажется, обе книги очень и очень интересны. Также есть знаменитая книга Джона Толланда, за которую он получил полицейскую премию. Это двухтомник под названием «Адольф Гитлер». Это одна из лучших, есть не лучшая биография Адольфа Гитлера, издана в Москве в 1993 году. По Италии тоже достаточно хорошая литература. Тут есть и книга Джузеппе Кандилора «История современной Италии», итальянского же историка. Есть книжка тоже биографического плана. Деннис Мэк Смит написал биографию Пенита Муссолини. Есть книга российского автора Белоусова, которая называется «Муссолини. Диктатура и демагогия. Москва, 1993 год. Издание». И есть учебное пособие Григорьевой «Италия в 20 веке. Москва, 2006 год. Издание». Итак, начнем говорить о Германии. Итак, целью нашей лекции сегодня это рассказать о том, что происходило в двух государствах, которые пошли по пути установления фашистской диктатуры. Это Германия и Италия между двумя мировыми войнами. Какая ситуация была в Германии в конце Первой мировой войны? Ситуация была тяжелейшая, потому что большую часть войны с 1914 года Германия воевала на два фронта. На Восточном фронте она воевала против России, на Западном фронте она воевала против Франции, Англии с 1917 года и США. Италия с юга подключилась в 1915 году. В общем, непросто было германскому блоку. Вы знаете, да, всего 38 стран участвовали. 34 страны с одной стороны на стороне Антанты и только 4 страны с другой. Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя. И получается, что Германия в этой тяжелейшей войне за 4 года полностью исчерпала свои ресурсы, или людские, материальные. Грубо говоря, немцам к концу войны просто нечего было есть. Но такой небольшой факт, знаете, в Германии уже колбасу начали делать из собак. Просто больше нечего было делать, собственно говоря. На фронт призывали уже совсем юных, так сказать, солдат и совсем уже пожилых, так сказать, людей. То есть Германия действительно в результате этой опустошительной, изнурительной войны на два фронта очень сильно подорвалось, так сказать, свои основы, скажем так, государственные, да, экономику свою. Вот. И в стране назрел революционный кризис. Кризис был тотальный, всеобщий. Все ненавидели Кайзера Вильгельма II, который развязал эту войну. И в самом конце войны, уже понимая, что, так сказать, война вот-вот закончится, произошло очень важное событие. В городе Киля, это портовый город, военно-морская база, 3 ноября началось восстание. Восстание моряков, которые отказались выполнить приказ выйти в море и атаковать суда Антанты, потому что никому не хотелось гибнуть в последние дни войны. И, несмотря на то, что сюда был послан ноский опытный дипломат, как бы он убедил, так сказать, восставших не бунтовать, но это восстание успело переброситься на другие германские города, и оно охватило быстро всю Германию. И 9 ноября революция дошла до Берлина, и Вильгельм II, которого никто не собирался защищать, был вынужден бежать за границу, и там уже отрекся от престола. И вот таким образом, очень быстро, практически мгновенно, за несколько дней в Германии победила ноябрьская буржуазная революция. Уже 10 ноября, на следующий день, было создано временное правительство Германии, которое называлось СНУ, Совет Народных Уполномоченных. Аббревиатура очень похожа на СНК, как в Советской России Совет Народных Комиссаров, только здесь не комиссары, а уполномоченные, СНУ. И вот как раз-таки представители этого нового временного правительства, СНУ, на следующий день, 11 ноября, и подписал в вагоне фельдмаршала французского ФОШа Компиенское перемирие, которое означало окончание Первой мировой войны. Это было 11 ноября. В стране временное правительство готовится проведение выборов, которые, так сказать, должны были избрать полноценное правительство на смену временному. И в самом конце года 18-го, 30-го декабря, образуется Коммунистическая партия Германии. Дело в том, что социалистическое движение Германии было очень мощным, но оно было очень рыхлым, было много течений отдельных. И вот самое левое радикальное течение, которое называлось Союз Спартака, на своей конференции 30-го декабря, провозгласило Коммунистическую партию Германии. На этом съезде был представитель от Большевистской партии, призывал германских братьев пойти по Большевистскому пути. Лидерами Компартии Германии были, ну, вы знаете эти имена, Вильгельм Липкнехт, Карл Липкнехт, Роза Люксембург, в дальнейшем Эрнст Тельман и так далее. То есть, надо сказать, что коммунисты пользовались довольно большой популярностью в Германии, и, тем не менее, когда прошли выборы в Национальное собрание Германии, в полноценное новое правительство, эти выборы прошли 19 января, 19-го уже года, очень легко запомнить, прошли выборы в Национальное собрание, и большинство на этих выборах, все-таки, немцев отдали свои голоса стабильным таким буржуазным партиям центристского толка. Вот, и очень быстро, уже 6-го февраля 19-го года, Национальное собрание, ну, от этого первого созыва, уже после монархического, после имперского, это Национальное собрание начало свою работу в городе Веймаре. Дело в том, что Берлин, Мюнхен, другие крупные города германские были уж очень, так сказать, красными, социалистическими, там было очень много рабочих, солдат, так сказать, и было решено, что пусть столица будет в небольшом тихом городке, как бы, да, вот, ну, и, собственно говоря, вот город Веймар был избран в качестве такой столицы, отсюда и название того режима, который был установлен в Германии, это республиканский режим, и страна стала называться Веймарская республика. И уже весной 2019 года происходит очень такое важное, интересное событие в истории Германии. В одной из крупнейших германских земель, в Баварии, 13 апреля была разглашена Баварская Советская Республика. То есть, вот эти идеи большевизма стали распространяться на Европу, примерно в это же время была разглашена Венгерская Советская Республика, которая была подавлена спустя несколько недель. Вот здесь тоже, в Баварской Советской Республике, сразу же, фактически была проглашена советская власть, началась нациализация, революционный трибунал был создан, в общем, ну, полностью по большевистским лекалам пошло дело, но в Германии, видимо, так долго продолжаться не могло, потому что появилась на свет сила, которая подавила эту республику, Баварскую Советскую Республику. Эта сила называлась Фрайкор. Фрайкор, по-невецки, это свободный корпус, это отстанные военные. Вы помните, значит, по Версальскому, так сказать, миру, да, очень сильно сокращалась германская армия, и, собственно говоря, она уже, так сказать, очень много солдат, все раздемобилизовалось после окончания войны. И вот Фрайкор, это бывшие военные, очень консервативно настроены, очень антисоветские, настроены против антисоциалистических, я бы сказал. И вот это фактически такие полувоенные вооруженные формирования, очень агрессивные, очень консервативные. Вот они вошли в Баварию, и в уличных боях 1, 2, 3 мая 1919 года очень жестко подавили Баварскую Советскую Республику. Сотни людей были расстреляны, убиты без суда, в том числе несколько лидеров германской коммунистической партии было схвачено и уничтожено фрайкоровцами. В конце лета, 31 июля 1919 года, была принята Веймарская конституция, ведь она ее выработку ушла несколько месяцев, она вступила в силу 11 августа 1919 года. Это была типичная буржуазная конституция со всеми буржуазными правами и свободами. Но то, что в Германии был установлен буржуазный режим, это не нравилось монархистам, многим военным. И вот в марте 1920 года произошел каповский мятеж. Вильгельм Кап возглавил правительство, заявил о разгоне, так сказать, Веймарской республики, но очень быстро этот мятеж был подавлен. Это была последняя попытка монархистов и военных вернуться к власти. В 1923 году, мы помним, был русский критис, который вызвал в стране невероятную инфляцию. И поэтому уже в ноябре 1923 года германские нацисты, фашисты, попытались впервые прийти к власти, по крайней мере, в Мюнхене захватить власть. Они организовали и провели так называемый пивной путь. Надо сказать, что это была первая проба пиратокса для нацистов во главе с Адольфом Гитлером. В свое время он вступил в маленькую германскую рабочую партию, основанную рабочим железнодорожником из Мюнхена Антоном Дрекслером. Потом он был агентом-провокатором Рейхсвера. Его начальники сказали ему эту партию по возможности развить и возглавить, что он и сделал. И вот из этого маленького кружка фактически выросла большая партия. Гитлер, как хороший оратор, очень большую роль сыглав в привлечении новых членов. Находились спонсоры, которые позволяли нацистам выпускать свои газеты, закупать оружие, тренировать боевые отряды. И вот в ходе пивного путча, потому что он начался в одной из крупнейших пивных Мюнхена, были захвачены телеграф, там была попытка захватить казармы, но все это было подавлено военной силой, и Гитлер сел в тюрьму. То есть он был схвачен, обвинен в попытке переворота, посажен в тюрьму. Там в тюрьме он написал первый том своей знаменитой книги «Майн камф. Моя борьба». Затем в 1925 году умер первый президент Веймарской республики Эберт и президентом был избран военный маршал Гинденбург. В этом же 1925 году окончательно оформилась НСДАП, Национал-Социалистическая германская рабочая партия во главе с Гитлером. Затем началась Великая депрессия, которая привела к мощному экономическому, социальному кризису. Стал расти процент людей, которые голосовали за крайности, за коммунистов и за нацистов, за фашистов. И в этих условиях собственники, так сказать, крупные олигархи германские, они испугались, что власть перейдет к коммунистам. Они знали, что в этом случае будет национализация и прочее, так сказать. И они надавили на Гинденбурга, чтобы тот назначил Гитлера рейхсканцлером. Что и произошло 30 января 1933 года. Гитлер стал главой правительства, рейхсканцлером. На 5 марта были назначены выборы в Рейхстаг. А за неделю до этого события, 27 февраля, произошла колоссальная провокация. Был подожжен Рейхстаг. Под это дело, значит, сами фашисты организовали эту провокацию. Но под это дело бы реалистованы многие лидеры коммунистов, социалистов. И путем фальсификации многочисленных и давления на избирателей. 5 марта на выборах в Рейхстаге победили фашисты, заняли большинство мест. Но даже пока не было еще 50%. Поэтому 14 марта они сразу запретили деятельность Компартии Германии. 22 июня запретили социал-демократическую партию Германии. Затем 2 мая запретили профсоюзы германские. В октябре 1933 года Германия вышла из Лиги наций. В 1934 году произошло два крупных события. 30 июня состоялась Ночь длинных ножей, в ходе которых погибли Эрнстрем, Грегор Штрассер. Это бывшие соратники Гитлера, которые мешали ему, которые перешли к нему в оппозицию. Это такая чистка рядов своих, как бы уничтожение всех недовольных. Что-то наподобие 1937 года в Советской России, в Советском Союзе. А в августе 1934 года умер Гинденбург, президент. И Гитлер в результате референдума объединил функции президента и канцлера. И сам, естественно, занял оба этих кресла. И 1935 года был введен закон о введении всеобщей воинской повинности. В 1936 году прошли Олимпийские игры. У нас осталось совсем мало времени. Дальше Германия готовится к Второй мировой войне. И начинают ее в 1939 году. Несколько контрольных вопросов в конце. Первый. Почему республика, установленная Германией в результате Найберской революции 1918 года, называлась Веймарской? Что вы знаете о так называемом пивном путче? Когда Гитлер стал рейс-канцлером? Что такое ночь длинных ножей? Когда она произошла? И когда в Германии прошли Олимпийские игры?